Интересно. Тогда я хочу развить эту мысль. Вы говорите, только внешне это может произойти извне Украины при поддержке западных стран. То есть вы видите, что Украина должна... Давайте так. Мы часто обсуждаем, какой должна быть победа Украины. Многие часто останавливаются на том, что Россия должна быть изнана со всех уголков, с каждого квадратного миллиметра Украины, включая Луганск, Донецк, Западную Персонскую и Крым обязательно. И только это будет полной победой. Что может остановить Россию от повторного вторжения? Это, наверное, все-таки смена режима. Но для того, чтобы режим сменился, как вы говорите, с помощью... Извне. Но для этого нужно, простите, дойти до Москвы. Нет, нет, нет. Я имею в виду, конечно, не это. Я имею в виду, безусловно, победу Украины, такой, как вы ее описали, и какой, как я понимаю, видит ее руководство страны, это избавиться от агрессора на своих территориях. И, как и Владимир Зеленский уже много раз повторял, что никаким военным способом дальше идти за границу России он не собирается и правильно делает. Вопрос в другом. Я ничего нового вам не скажу. Это ГАГа, это военный трибунал над преступниками. Да, но для этого их нужно задержать. Да, задержать. Слушайте, я этого не знаю. Как задерживают преступников? Что должно произойти? Должны ли сдать свои? Вполне возможно. Я почти уверена, в школе у нас такой разговор, и могу говорить все что угодно, я свободна в своих высказываниях, ни за что не отвечаю, в отличие от Папа Ринского. В конце концов, мир знает массу вариантов, как справиться с агрессором, как найти возможность или ликвидировать, или арестовать, или объявить военным преступником, объявить режим преступным. В конце концов. Наверняка, я почти не сомневаюсь, что такие сепаратные переговоры, о которых мы не знаем и узнаем когда-нибудь, они ведутся с ближайшим окружением Путина. Если уж во время Третьего Рейха вели сепаратные переговоры с представителем Рейхсканцелярии, то сейчас уж тем более, я думаю, что мы об этом узнаем. Конечно же, нет, никто не будет бомбить Москву, и это нужно быть безумцем, чтобы сбрасывать бомбы на ядерную державу. Это нереально, и никто не будет бомбить Москву, как Белград когда-то. Но я уверена, что сегодня цивилизованный мир, он имеет все возможности и все ресурсы для того, чтобы принять решение. И осуществить, собственно, осуществить этот важнейший принцип наказания военного преступника. Он существует. Это нарушение всех международных прав, всех международных соглашений. Это военные преступления. Это геноцид, в конце концов, который уже доказывать не надо. Он уже доказан. Я думаю, что мало кто сомневается в том, как назвать то, что сегодня делает Россия. И лично Владимир Путин на территории Украины. Поэтому осталось только принять решение. Вот и все. И еще вот один вопрос я задам. Про двух персонажей, у которых почему-то так вроде работают на одну систему, на один режим. Но вот у них такие разные подходы и разные высказывания. Упоминали мы, по-моему, сегодня и одного, и вторую. Медведев, который, ну, тут просто уже, я не знаю, человек шикарной фантазии. Тут у него и надменные жрецы, и кровожадные адепты, глумливые предслужники, бессловные манкурты. Подсвинки, подсвинки мне очень нравятся. Хрюкающие подсвинки. Разномастная сфора хрюкающих подсвинков. Стая ловящих собак из западной псарни. Куча безумных нацистов, наркоманов. Ну, это мы уже слышали. Ну, и что там еще? Верховный властелин ада, какое имя бы он не использовал. Ну, и напоследок он еще добавляет, что наша цель жизнь, его оружие затейливая ложь, а наше оружие правда, говорит нам, пишет Медведев. Ну, тут уже правда. Ну, и Симонян, то есть один демонизирует максимально, рассказывая там про чертей, про подсвинков. И Симонян, который рассказывает про чернобровых Оксан, на которых будут, значит, мужчины оборачиваться и сворачивать шеи. Там секретарь СНБО Данилов, правда, сказал, что очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужей, которые будут лежать с этими свернутыми шеями. Вот. Но я хотел спросить не про Данилова, его ответ мне понятен. Что это за биполярное расстройство? Что это за вот качели, которые от крайнего демона до чернобровых Оксан? Вы знаете, вот как бы вот в этих мозгах, взвинутых у Медведева, мне не хочется разбираться. Вообще это все какая-то словесная шелуха, которая вот жизни ей на неделе до следующего поста. Но там есть одна вещь. Вот вы сейчас прочитали, вдруг я поняла то, что мы не услышали. Он сказал во всем этом бреде, есть одна очень важная вещь. Он сказал, наша цель жизни, что опровергает все эти крики о том, что зачем нам мир без России, и что вы все попадете в ад и сдохнете, а мы попадем в рай. И что якобы они все готовы уже запустить ядерную бомбу и начать ядерную войну и повергнуть весь мир в ядерный пепел и уйти на небеса и внести вместе со всем миром. Хрен, они хотят жить. И это очень важный момент, то, что он здесь проговорился. Я думаю, что это объясняет и некую осторожность, и бесконечный шаг вперед, два шага назад по Ленинским заветам, то, что демонстрирует Владимир Путин. И это бесконечно, вхожу в зерновую сделку, выхожу из зерновой сделки, грожу ядерным оружием, не грожу ядерным оружием, хочу идти дальше с вилами на Киев, не хочу больше идти на Киев, хочу освободить Донбасс и больше никуда не идти, нет, не хочу освобождать Донбасс, хочу взять всю Украину, стирить Украину с лица земли, нет, не стирать, пусть живут, мы братские народы. Вот это вот качание, вот эти вот качели, как вы говорите, они объясняют, на мой взгляд, они демонстрируют лишь одно, они не хотят сдохнуть, они понимают, что конец близок, это уже не, ну, понятно, что другого варианта нет, все равно будет конец, он будет, такой секой ли он будет. И поэтому, конечно же, пытаются нащупать хоть какую-то возможность для того, чтобы заявить себя как человека, который хочет жить, у которого еще не все потеряно. Ну, а то, что касается Симоньян, слушайте, они все еще такие, все писатели, они все такие, все художники, они очень любят художественные образы, метафоры, им всем кажется, что мир зачитывается их текстами, хотя в какой-то степени зачитывается, крутя пальцем у виска, безусловно так. Это то, о чем мы с вами говорили уже в начале, это абсолютный цинизм и абсолютная лицемерие, которую они демонстрируют, и дальше будут демонстрировать. Я надеюсь, что уже практически не осталось на земле человека, который мог бы поверить в искренность этих заявлений. Кроме одного, повторю, они очень хотят жить. Это дает нам шанс на то, что преступники будут наказаны, на то, что они будут сидеть на скамье подсудимых. Продолжение следует...